МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напередо Дни Свята. У Гомеля завершаются опошние приготовления до святкования Дня города. Допомогшись найти працу, коля 250 працевных мест пропоновали на электронном кирмаши вакансии. Гульня, святла и тенью. У Музея истории Друку открылась фотовыстава. А зараз об этом и иншим больше подробно. 12 вересня означает сопрофессийное свято белорусских следших. Сегодня серот основных задач комитета – выявление порушений у законодавства, причин их возникнения и принятия мер по продухелению таких порушений в дальнейшем. С нагоды свята. Сегодня у Гомеля прошли урочистые мероприемства, которые наведали наши корреспонденты. С присяги супрацовника Следшего комитета. Клянусь оборонять правы и свободы грамадян, интересы громадства и державы, змогаться с любыми порушениями закона, кто б их не здействовал. Если я порушу эту урочистую клятву, то нехай меня не постигнет суровое покарание закона. Следший комитет был створен в жнивне 2011-го. По судности, именно с этого началась коренная реформа белорусской правоохранной системы. Тогда на службу о новую структуру перешли супрацовники структур Министерства внутренних справ, прокуратуры и органов финансовых расследований. Сегодня новых юристов урыхтуют в высшедших на вышальных установах. Прошим для того, как стать супрацовником комитета, необходимо отповедать достатково жестким потребованиям. Мое личное мнение, следователям нужно родиться, не просто учиться или постигать какие-то знания, получать в университете или уже на практике. Нужно иметь тягу к этой профессии. Необходимо иметь, конечно же, ряд качеств, которые просто не могут не присутствовать у следователя. Это терпение, усидчивость, аналитическую составляющую. Только в этом году подразделениями Следующего комитета по Гомельской области узбужено свыше 10 тысяч криминальных справ. В первоважной большинстве это так званые майомосные злашинства. А про то, только селета следствами унесено больше к 3 тысячи представлений об ликвидации и порушению закону, которые соденешили ученению злашинства. Сегодня у актовой зале управления Следующего комитета Республики Беларусь по Гомельской области многие из тех, кто унес значный уклад в заховании национальной безопасности краины и в якости признания заслуг у Знагороды. От Гомельского облаконкама и гарваконкама, а так само правоохонного блоку, гоноровые грамоты, подяки и медали. Плюс нагрудные знаки служим закону, народу ойчине и за заслуги. Сегодня каждого супрационника Следующего комитета можно назвать соправдными профессионалами в своей сфере, которые отказны и серьезно относятся до справы. Люди, которые добро разумеют, что от их компетентности и объективности залежат не только престиж службы, а и лёсы людей. Я хотел бы поблагодарить коллектив Управления Следственного комитета по Гомельской области за достигнутые результаты профессиональной деятельности. Основная заслуга, на мой взгляд, принадлежит здесь простым следователям, работающим на местах. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать руководителям смежных силовых структур Гомельщины, без взаимодействия с которыми невозможно обеспечить должный уровень выполнения поставленных перед нами задач. Всем своим коллегами желаю дальнейшего развития, профессионального роста, успеха, благополучия и здоровья. В рамках святкования профессийного свято областным управлением Следственного комитета провели экскурсию для наученца правовых класса 56-й Гомельской гимназии с демонстрацией специальной техники и наведыванием службовых помешканий. Не выключено, что некоторые из их праздников в некоторых годах снова придут в этот будинок, но уже в якости супрацовников, как так само оборонять людей и змогаться с любыми порушениями законодавства. Алексей Нтеро, Марина Севриянова, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Сегодня отбылось о посажении Гомельского областного координационного совета по выполнению декрета номер 18 об додатковых мерах по державной обороне детей в недобранадеянных семьях. Мета мероприемства оценить деятельность державных органов после вертания детей у семьи. Социальное сопровожение семьи, у яких ранее были признаны недобранадеянными, уключая шерох необходных процедур. Работа заключается в ежемесячном посещении семьи. Обращается обязательно внимание на соблюдение санитарно-генедических норм в семье. Оказываются все виды помощи – социально-педагогическая, психологическая, юридическая. За первой погоде трое батьков, яким вернули детей, прошли лечение от алкогольной залежности. На Мясовом узроне у района Гомеля и в области проводится адресная допомога. Уозначенный период неводное дитя не оказалось у социально небеспечным становящим полторно. Пильная работа по выполнению декрета протягивается. Полепшить жилевые умовы, отримать адукацию альбо пройти лечение. С початку года детерминого скористаться семейным капиталом вырешили свыше трех тысяч шмадетных семьях. Это коля 20% от усих, кому он был призначенный в Гомельской области. Больше 90% был в решении жилевых питаний. По 4% уплатным навышанием и ляжением. Причем сроки можно тратить не только на детей, но и на других членов семьи, на которых выделялся капитал. До 2020 года его сумма складала 10 тысяч долларов. С початку этого 22,5 тысячи рублей. С 2021 года эта сумма будет индексоваться за великом росту с поживецких коштов. Можно реализовать досрочные средства семейного капитала на строительство, реконструкцию или приобретение жилья, на погашение кредитов, которые были выданы на эти же цели, и процентов по погашению этих кредитов. Но эта норма применяется только в отношении тех семей, которые состоят на учете улучшения жилищных условий, либо состояли на таком учете на дату заключения кредитного договора. Также досрочно использовать средства семейного капитала можно на получение платного образования членам семьи в государственных учреждениях образования. И третье направление, на которое досрочно можно использовать средства семейного капитала, это оказание медицинских услуг. В случае, если члену семьи требуются сложные высокотелоконологические вмешательства по заключению органов, по заключению ВКК. Это в сфере кардиохирургии, нейрохирургии и онкологии. Можно также использовать средства семейного капитала и на оказание определенного ряда стоматологических услуг. Усяго за пять годов день долготерминовой программы поддержки шмодетных семьев в нашем регионе было открыто 15 тысяч депозитных рахунков. По указу президента программа семейного капитала протягнута до конца 2024 года. А завтра жахары в области могут звернуться по телефону до представников мясовой улады. У Гомельске мабл выконками на пытание грамадзян откажет наместник старшини Владимир Прывалов. Телефон для совязи 33 12 37. У этого шанс будет первым наместник старшини гомельского гарвы Александра Германова. Номер телефона 33 09 59. Промые линии как извышенно працуют с 9 до 12 годин. В рамках святкования Дня города завтра в Гомеле пройдет другой фестиваль Мяс Малфест. По словах организаторов это будет семейное свято с тонами смачной ежи и мором музыки. Это другие фестивали проводят гомельское мясо-молочное компания. Как и летось он пройдет на плясу циколе лядового палацу. В этом году программа унесены некоторые коррективы. У праватности организаторы вырошли отмываться от проведения майстер-классов. Хоть программа все равно застается насыщенной и разностайной. Гандлевые рады, шоу гигантских трансформеров и мыльных бурбалок, рыв такси, караоке-бар, гульнявые интерактивные плясовки. Причем за мясовую валюту фесткоины, которые удельники свято будут отримливать за перемогу в конкурсах, можно будет набить продукцию предприемства в холдингу. Фест будет протягиваться с 10 годин ранницы до 22 годин вечера. До пяти часов это все-таки площадка будет отдана для семьи, для детей, для семейного отдыха. А после пяти начнется большая программа на этой площадке, которая за моей спиной. Здесь будут наши белорусские артисты, хорошие, известные ковербанды, лепреконцы. А вечером уже поближе к салюту будет программу дискотека 90-х. У опошним электронным киромашеваканси проняли удел 8 гомельских предприемств. Суискальникам пропадали 241 вакансию. На 1-й пляц с и ваканси кропка бай разместили информацию гомельский химичный завод, Центролит, Гомсельмаш и инши организации. Найбольшую колькость вакансий пропадал завод Литя и Нормалев 109 прационных месяцев. Суискальники доведались об умовах праце и передали резюме в специальном чате. Наступный электронный кермаш вакансий отбудется 24 веков. Как означают в управлении по праце занятостей социальной обороне гомельского гармонкама, послуга запотребованная. На сегодняшний день уже 10 мероприятий привезено. В этих 10 мероприятий в электронных гармонках вакансий приняло участие 65 организаций в городе. Самое важное, что посетили жители города Гомеля данное мероприятие установлено 4 тысячи человек. То есть 3980 человек. Это говорит о том, что если мы начинали из 3-4 предприятий, то сегодня в среднем получается около 10 предприятий принимают участие. Молодь, здоровье, ладжиття. Гомеле прошел круглый стол присвященный День здоровья. На встрече собралися урачи и руководители установки адекватности. Они обмерзировали две основные темы. Уплив мобильной связи на здоровье школьников и половое выхование. Отриманную информацию удельники круглого стола смогут укоронить у адекватный процесс. На территории города Гомеле реализуется большой профилактический проект. Называется он Гомеле здоровый город. Первый этап рассчитан на пятилетку до 2024 года. И в структуру этого большого профилактического проекта входит ряд меньших по размеру. И также входит туда профилактический проект школы территории здоровья. профилактики гиподинамии и иншие. Уся информация по темах размещена на сайте Гомельского городского центра геиены и эпидемиологии. Гульня светла и теню. Фотовыстава под такой назвой открылась в музее истории Друку. Аутер 25 работ фотограф Еленка Данброва. Здымки сделаны в жанре абстрактивизма. Подрыв толка серых здымков гульня светла и теню тягнулась больше 10 год. Уникальность представленных здымков у отсутствия фотошопа и монтажу. В этом вся уникальность отсутствия фотошопа и то, что вы видите игра света и тени. Все у нас спрашивают а эти цвета это так оно и есть? А вот эти окна или это расположение отверстий да. Это человек как она увидела так она сфотографировала. И когда я спрашивала по поводу всех ее работ названий она говорит вы знаете каждого свое видение и мне интересно. То есть вы даже можете пройтись посмотреть приходите кстати к нам в музей фотографии и истории печати посмотрите на наши работы и сами придумайте название каждой из картин. Еленка Донброва член громадского объединения фотографов Беларуси и союза дизайнеров нашей краины. Он выходит в народный фотоклуб Минск и ее прац находится в посольстве Италии в Беларуси музее Заира Азгура и приватных коллекциях в Польше Литве Германии. Лето завершилось однако на двор я поколь дозволяю выбраться на уикенд за город один из самых популярных на керунках Гомельской области Туров. Людей привабливает мясовая природа и старичные помники а так само рыбалка которую пропонуют своим гостям амаль усе представники туристичной индустрии. Димитрий Котов протягнет. Роман Гвоздюкевич об рыбалце сдается ведая усе. Рыбачись распачал шесть годов а крыгу позднее почал займаться этой справой уже профессийно. По словах Романа рака дае не только прожито калей приводить душу в станцию покаяния. До речи наявность раки побачь с домом с тягом часу подшторкнула Романа до открытия агросядибы. Ставку зарабил на свое хобби як оказалось не пролечився. Началось это движение агротуризма и я просто решил у меня был домик маленький домик старый я решил его реконструировать и начать этим заниматься. Ну сразу конечно не все получалось но постепенно 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 я такой человек немножко целеустремленный поэтому ну я сделал то что сделал. Крыху поздней на этой же улице Роман купил еще один дом так само своими уластными силами зарабил ремонт. Финансовых сродков и часу вяд дома было укладено немало зато и выник оправда у всех шаканни. Вот это одна комната еще одна комната вот еще одна комната в этом доме можно поселить восемь человек. Девиз предпринимального Романа индивидуальный подыход до кожного клиента и это вельми важно бо калич человек расшаруется то на врате я шерас переступить порог агросадзибы. Гости как правило застаются задоволенные и рекомендуют гэтае место знайомым. Дареши сарафанная радия сегодня основный сродок притягнения туристов. В основном да потому что я с интернетом немножко новый но люди уже я занимаюсь 10 лет этим и люди уже знают друг другу говорят. Каббизнес давал отдачу впевненный Роман Гоздюкевич необходимо укладываться целиком и без остатку. При наявности жадания и мета накеренности завсёду досягнешь потребного выника. Тем больше когда занимаешься своей любимой справой. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель, Житковецкий район. У совести с проведением технических работ на антинамаштовых сбудованиях на наступном в городе Гомеле и на отвергности до 40 километров от областного центра будет припынена эфирная радио Вяшанне. Размова идет про 14 вересня с 9.15 до 18.30. В выпадку завершения работы ранее позначенного термину деятельность передачиков будет одновлена. Это инши новинные информацию о проектах телерадиокомпании Гомеле вы можете знать на нашем сайте и в интернете по адресе www.tevergomel.by На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Де факто на телеканале Беларусь 4 в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Гомеле установлен автор телеграм-угроз в отношении депутата Гомельского областного совета депутатов. Личность мужчины вычислили сотрудники МВД. 5 сентября 43-летний гомельчанин ранее судимый за грабеж, увидев в одном из городских чатов сообщения военного комиссара о наведении порядка на околодворовых территориях в Гомеле оставил публичное сообщение с оскорблениями и угрозой физического воздействия. Следователи дали правовую оценку поступку мужчины. Возбуждено уголовное дело за угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности или иного лица, выполняющего общественный долг. В Беларуси по состоянию на 9 сентября зафиксировано 122 угрозы в отношении должностных лиц. За минувшие сутки в Гомельской области произошло три пожара. 21 раз спасатели выезжали на оказание технической помощи. В деревне Добрынь Ельского района огнем почти уничтожен деревянный сарай, повреждена кровля и стены строения. Предварительная версия причины возгорания – неосторожное сжигание бытового мусора. Из-за неосторожности в обращении с огнем произошел пожар в деревне Глыботская Гомельского района. Схожий сарай получил аналогичное повреждение. Пострадавших нет. А в деревне Крупец Добрыжского района пожар нанес значительное повреждение жилому кирпичному дому. Огонь стал распространяться вследствие возможного поджога. Такова одна из версий причины возгорания. Никто не пострадал. За минувшие сутки семь грибников заблудились в лесах Гомельской области. Группу из четырех человек спасатели смогли отыскать в окрестностях деревни городок Будокошелевского района. Накануне вечером самостоятельно вышли из леса пропавшая пенсионерка и ее сын недалеко от Копани в Реческом районе. А вот в Калинковическом до сих пор идут поиски мужчины 1947 года рождения. Он пошел в лес около деревни Холодники. На связь со вчерашнего дня не выходил. Сегодня утром разыскные мероприятия возобновились. Точное местонахождение пенсионера неизвестно. Его ищут милиционеры, лесники и работники МЧС. Спасатели проверяют подвалы и чердаки многоквартирных домов. Контроль ведется за соблюдением требований противопожарной безопасности, сохранности жизни и здоровья людей. В Светлогорске совместно с представителями ЖКХ и иными субъектами профилактики работники МЧС обследовали помещение на предмет свободного доступа посторонних лиц в подвальное и чердачное помещение. Осмотрели технические этажи и лестничные площадки на соответствие противопожарным требованиям. Такая работа значительно позволяет повысить уровень безопасности в жилых домах, так как недостатки устраняются в самые быстрые сроки. За 8 месяцев 2020 года на территории Гомельской области в темное время суток произошло 55 ДТП. В них погибло 10 человек. 46 были травмированы. ГАИ рекомендует владельцам велосипедов и водителям гужевого транспорта стать заметнее на дорогах и обозначить себя, технику и повозки свето-возвращающими элементами. С 11 сентября за этими участниками дорожного движения а также пешеходами будет усилен контроль. На сегодня все. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель заработал первые очки. Металлург потерпел поражение. Состоялись матчи второго тура чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Подопечные Сергея Стайся первые зачетные баллы набрали в Орши. Местный локомотив обыгран со счетом 5-2. Задел для победы Рыси создали во втором периоде забросив ворота хозяев три шайбы. Следующий соперник Гомеля Могилев. Игра пройдет завтра. Кстати, могилевчане ждут гостей в хорошем расположении духа. Накануне они обыграли Металлург. Сталевары забросили первыми, однако в итоге уступили 2-3. Завтра Металлург в Орши играет с локомотивом. В ближайший уикенд состоятся матчи второго тура чемпионата Беларуси по мини-футболу Светлогорске. В субботу сойдутся ЦКК и Гомельская БЧ. Поединок пройдет на площадке Дю США номер 2. Начало в 13.00. В РЗ играет в воскресенье. Вагоностроитель отправится сегодня стартует 23-й тур Мозырская славя 13 сентября на выезде играет с Жодинским Торпедо. Матчи 17-го тура в первой лиге пройдут в субботу и воскресенье. Все представители нашего региона играют завтра. Гомель в гостях у Держинского арсенала локомотив у столичных Крумкачей. Светлогорский дерби. Химик принимает Речицкий спутник. Новость о доигровке чемпионатов страны по волейболу стала неожиданностью. Команды в спокойном режиме готовились к новому сезону, старт которого намечен уже на концовку следующей недели. Гомельская энергия сейчас тренируется в неполном составе. Молодежь находится в расположении сборных Ю-18 и Ю-20. В Гомель ребята вернутся завтра и сразу на тренировку. В преддверии финала четырех придется форсировать подготовку. Завтра распускают их и вот у нас будет буквально два дня на то, чтобы хоть как-то сыграться, потренироваться, потому что все-таки три человека это игроки основного состава. Поэтому завтра их отпускают и вот будем в ускоренном режиме готовить наигрывать состав. Предсезонка в разгаре у всех команд. Готовность далеко не на 100%. Однако все в равных условиях. К тому же плей-офф есть плей-офф. Пусть и в такой где-то неподходящий момент, но поединки такого уровня накануне старта нового сезона несомненно пойдут на пользу. К тому же на эти даты у энергетиков планировался выезд на товарищеский турнир. Немаловажно и то, что на кону медали, а в такой ситуации можно замахнуться и на награды высшего достоинства. Команды сейчас все вышли еще на пик своей формы, поэтому я думаю мы сможем побороться. Это можно расценивать даже как тренировочные матчи, поэтому я думаю сыгранность нам не помешает. Финалы четырех пройдут 15 и 16 сентября. В полуфинале энергетики сыграют с солигорским шахтером. В плей-офф женского чемпионата будет бороться мозырская жемчужина Полесья. Соперник в полуфинале Могилевский коммунальник. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова